МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале НТВ информационный выпуск. В студии Ольга Бороднева. Главные новости к этому часу. Меньше суток до прекращения огня число обстрелов в Донбассе сократилось, но жертв по-прежнему много. Спасатели подъема МЧС проводят внезапные масштабные учения. И с широко закрытыми глазами в Пушкинском музее проводят эксперимент на посетителях. При обстреле Луганска использовались запрещенные международным правом кассетные боеприпасы. Об этом говорится в последнем отчете наблюдателей ОБСЕ. Они же указали и направление удара. Стреляли с севера-запада. Представители миссии заявили, что количество обстрелов за последние сутки сократилось почти наполовину. Однако при этом жертв меньше не становится. В городе Счастье под Луганском погибли 4 человека. Еще пятеро получили ранения. Все они посетители придорожного кафе, попавшего под удар. Обстрелу подверглась и не синоватая. Там были убиты 7 мирных жителей. Город полностью лишился света и телефонной связи. Еще 2 человека погибли в Артемовске. Там повреждены несколько жилых домов, школы и детский сад. Самые активные бои идут сейчас в районе Дебальцево. Несмотря на огромные потери, украинские военные не оставляют попыток отбить поселок Логвинова. По данным ополчения, только за сутки были убиты около сотни солдат. Уничтожены группы, которая пыталась подвести силовикам оружие. Наш спецкор Александр Токарев побывал на передовой. Отсюда, в 5 километрах, находится Дебальцево, в котором сосредоточены силы ВСУ. Сейчас они находятся в активной фазе наступления. Они пытаются как можно быстрее вырваться из котла. Как нам сказали ополченцы, возможно, это обусловлено как раз датой перемирия 15 февраля. За эти 2 дня они пытаются вырваться из котла. Сейчас чуть левее от Дебальцево идут бои. Хорошо слышны выстрелы. Можно даже увидеть боевые действия. Чуть правее, получается, вот где идет дым, было попадание в склад с вооружением ВСУ. Вот дым уже идет несколько часов, не прекращаясь. Скорее всего, ополченцам удалось уничтожить большой арсенал украинской армии. Находиться здесь долго нельзя. Вот опять слышен залп. Нам нужно уходить. На окраине Углегорска из мирного населения осталось лишь несколько человек. Почти все уехали. Бежали от постоянных обстрелов. Артиллерийская канонада здесь не стихает ни днем, ни ночью. За что нас бьют? За что нас бьют? Мы не спим. Мы не спим. Это страх. Мирные жители живут в постоянном страхе. Как нам стало известно, минувшую ночь украинские военные обстреляли Углегорск с фосфорными снарядами. Вот один снаряд попал в этот дом. К счастью, не находилось там мирных жителей. Никто не пострадал. Ополченцы сейчас показывали нам фосфор, который остался от этих снарядов. Это крайне ядовитое вещество, которое в большинстве стран запрещено, как вид вооружения. Но украинская армия достаточно часто его использует. Обусловлено это, опять же, скорее всего, прорывом. Опять же, активной фазой наступления. Украинской армии также, возможно, заканчивается БК. Поэтому в ход идут и фосфорные снаряды. Вот одна из версий, почему он не разорвался, это потому что снаряд был оцеревший. Снаряд был некачественный. То есть, возможно, это очень-очень старые запасы. Сейчас на месте работают ополченцы. Они очищают участок земли от него. Остатки фосфора будут утилизированы, уничтожены, чтобы не пострадало мирное население. Посмотрите, фосфор горит. Это со снаряда фосфора. Он горит в воде, на воздухе, в общем, его потушить практически невозможно. То есть, когда попадает на кожу человека, кожа, ну, прогирает до костей. А это уже дорога, соединяющая Углегорск с Дебальцево. Несмотря на активную фазу наступления украинской армии, ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Ополченцы отбивают каждую атаку. Вот, как мы можем увидеть, вот эта вот подбитая бронетехника тому пример. Экипаж этой бронемашины пытался прорваться в город Углегорск и был подбит танком ополчения. Подбито, но обычным методом, снарядом из танка. То есть, когда мы заходили в город, точнее, зачистку, они пытались отсюда пройти. Ну, эта техника отходила, баща была развернута в сторону города. Вторая БМП вышла день на помощь. Ну, успешная работа наших танкистов, они были сожжены. В том вот направлении находится шахта. Это населенный пункт, который не имеет отношения к Углегорску. Это уже один из пригородов Дебальцево. Вот там сейчас находится украинская армия. Как нам сказали ополченцы, они не высовываются, не атакуют. Разведка донесла, они действительно там, но выходить они, судя по всему, просто боятся. Потому что будут уничтожены. Вот отсюда видно хорошо высотку. Высотку на этой шахте. Вот она находится рядом с небольшой горкой. Но, несмотря на вот такую близость к позициям ополчения, я повторюсь, наступать они не собираются. Вот, как мы можем видеть, сейчас ребята едут на боевые. Все в хорошем настроении. Вот сейчас проедет еще один автомобиль. Едут все на Дебальцево. До Дебальцево осталось 4 километра. Украинская армия сейчас отступает, отступает и отступает. Александр Токарев, Анна Иванова, Иван Демиденко, НТВ, Донецк. Подобно ополчение за сутки украинские военные обстреливали территорию ДНР больше 40 раз. Возможно, это последняя попытка Киева хоть немного продвинуть свои позиции до наступления перемирия. Согласно заключенному в четверг Минскому соглашению, стороны должны прекратить огонь сегодня в полночь по московскому времени. Но в столице Украины уже прозвучали заявления о невозможности исполнять обязательства. Депутат Верховной Рады Игорь Мусичук, уже бывший заместитель командира батальона АЗОВ, приравнял итоги Минского саммита к предательству. Его коллега, глава радикального движения «Правый сектор» Дмитрий Ярыш, заявил, что не признает соглашение, оставляет за собой право продолжить боевые действия. Это цитата. В Москве на это отреагировали с сарказмом. Так кто президент на Украине, Порошенко или Ярыш, написал в твиттере глава Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков. При этом ДНР заверили, они намерены придерживаться достигнутых договоренностей. Обязательство номер один, время Че, которое было определено 15 февраля, в 0 часов 0 минут, прекращается полностью военные действия с нашей стороны. Будет он выглядеть односторонним или каким другим, я не знаю. Но мы будем выполнять те обязательства, которые мы взяли на себя. Своебразную трактовку Минским соглашением дал в Раде и глава украинского МИДа. Специально менять законодательство страна не собирается, все будет происходить в рамках существующих норм, заявил Павел Климкин. Прежде всего, это закон об особом статусе ряда районов Донбасса и об амнистии. Причем, как уточнил министр, она не коснется лидеров, провозглашенных на востоке Украины и республик. Президент Франции. Специалисты протестируют беспилотники, которые помогают искать пострадавших. Будет опробована новая методика для борьбы с ледовыми заторами. Нижегородский ветеран Павел Сыркин может стать героем документального кино. В его родном городе объявили конкурс любительских фильмов о войне. А биография пенсионера – благодарный материал для сценария. Во время войны он возил грузы в блокадный Ленинград под обстрелами по тонкому льду Ладожского озера. Виталий Калугин продолжит. В свои 92 года Павел Эммануилович не может сидеть без дела. Постоянно что-то мастерит, изучает, занимается творчеством. В комнате он часами не выходит из-за стола. Работу надо закончить. Останавливаться на полпути ветеран не привык. Так было всегда. И в 41-м, когда студента индустриального института призвали в армию во второту авиационной части. И в 42-м, когда рядовой Сыркин по приказу командования возил грузы через Ладожское озеро в блокадный Ленинград. Ездили на полуторках. Ночью дорога петляла. Объезжали по лынье. Они оставались после налетов от немецких авиабомб. Грузовики были надежными, ломались редко. Но запчастей не хватало. Во-первых, было плохо с аккумуляторами. И поэтому заводить приходилось рукояткой. Зимой, конечно, было в войне сложнее. Потому что на ночь сливали воду. А масло застывало. Значит, приходилось под машиной разводить костер. На перевозку груза уходила вся ночь. Ехали с одной фарой, прикрытой козырьком, с тонким лучом света, чтобы себя не обнаружить. В Ленинграде в них верили, надеялись и ждали. Но в те времена никто из бойцов автороты не чувствовал себя героем. Замерзали, не спали сутками. Но на все эти трудности просто не обращали внимания. Сотни грузовиков, 546 дней не покидали дорогу жизни. В кабине полуторки стоял жуткий холод. По инструкции, закрывать двери было запрещено. У водителя оставался шанс на спасение, если грузовик проваливался под лед. Но даже в самые лютые морозы шофер проводил за рулем по 12 часов в сутки. В кузове полуторки возили мясо, муку и топливо для обогрева. Иногда груз накрывали брезентом. И о его назначении водитель не знал. Все понимали, так надо, это для фронта. Боролись с врагом и постоянно чувствовали голод. Ну вообще все время хотелось есть. Потому что вообще северо-запад, такой непродовольственный район. Одно дело там южный район, там все-таки какие-то запасы были, еще что-то. Конечно, все это перевозилось, снабжалось и все. Но все это было, так сказать, по минимуму. В его домашних альбомах почти не осталось фотографий. Снимки военных лет занимают почетные места в экспозициях Нижегородских музеев. Павла Эммануиловича Сыркина призвали в армию за полгода до начала Великой Отечественной войны. И уволили в запас через год после ее окончания. На службе было тяжело. Приходилось и наступать, и отступать. Но за все эти дни, вспоминает ветеран, ни у него, ни у боевых товарищей, никогда не было даже малейших сомнений в победе. Виталий Калугин, Александр Стефанюк, Андрей Шамин, НТВ, Нижний Новгород. Россиянин Владимир Дринкман, которого американские власти подозревают в киберпреступлениях, был доставлен в США. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Дринкман был экстрадирован из Нидерландов. Как ожидается, он предстанет перед судом 17 февраля. И тогда ему будут предъявлены официальные обвинения. США его считают причастным к организации крупнейшей хакерской атаки в истории Нового Света. Якобы россиянин входил в преступную группу из четырех человек, которые сумели взломать компьютерные сети нескольких компаний и похитить данные 160 миллионов кредитных карт. Жертвами злоумышленников стали несколько банков и торговых сетей, авиакомпании и даже знаменитая электронная биржа «Насдак». Приблизительная сумма ущерба – 300 миллионов долларов. Под стражей, помимо Дринкмана, находится еще один участник группы. Остальные в розыске. Сотрудники Пушкинского музея научили посетителей внимательнее слушать экскурсоводов. Для этого надо всего лишь закрыть глаза. Оказывается, только слушая можно увидеть многое. Экспериментальный метод изучил Александр Калинин. Никаких буклетов и сопроводительных материалов. В эту экскурсию посетителей Пушкинского музея отправлялись черными повязками. Сначала в руках, а потом и на глазах. Видимо, что-то добавится в ощущениях. Какие-то интересные. Это автор перформанса – концептуальный художник Юрий Альберт. Теперь давайте перейдем вот через порог. Для участников эксперимента у него один совет. Вместо того, чтобы слепо верить канонам, лучше ненадолго выключить зрение и включить фантазию. Это задание, вернее, экскурсия довольно-таки так творческая. То есть здесь они могут как бы внимательно и вслушиваться. Потому что когда вы смотрите, вы зачастую, опять же, пропускаете часть текста мимо шеи. И здесь, возможно, они будут более внимательны и, опять же, базироваться уже не только на свой взгляд, но и на как бы свое воображение. Экскурсоводу Анастасии непривычно. Не видно живого интереса в глазах слушателей. Зато сколько напряженных ушей. Специально для них в стандартный текст пришлось добавить побольше описательных деталей, чтобы было в темноте, да не в обиде. Грехопадение. Здесь изображены Адам и Ева в райском саду. Позади Адамы и Евы находятся южно-германский лес в многих войнах. С природой живописи трудно спорить, ведь это визуальное искусство, его нужно воспринимать глазами. А тут зрители лишают главной связи. Но на это и расчет, чтобы, закрыв глаза, впервые взглянуть на картины по-новому. Сниможенка молчает немного, мешается, ничего не случится. Тишина во время такой экскурсии действительно на вес золота. Пропустил что-то мимо ушей, считай, ничего и не видел. С некоторыми так и случилось. Впечатление такое, что у меня визуальное внимание более как бы цепляет, что ли, удерживать внимание проще, чем на слух. Поэтому периодически, в общем, мысли куда-то улетали. Пока посетители ничего не видели, смотрители музея глядели в оба. Для них это был очень тревожный день. Да и как тут расслабиться, когда от шедевра к шедевру, выставив руки вперед, передвигается армия зомби. Того и гляди, нарушит заповедь экспонаты руками не трогать. Хотя ради новых ощущений и на высокое искусство иногда можно закрыть глаза. Александр Калинин, Юрий Федин и Максим Беликов. Телекомпания НТВ. Москва. Пока это все новости. Я Ольга Бороднил. Благодарю вас за внимание. Всего доброго и до встречи на НТВ. Субтитры подогнал «Симон»!